всем привет дорогие друзья сегодня я снова получил посылочку с озона давайте посмотрим что там внутри самому интересно ой я уже вижу что-то сейчас открою почти все вот что я получил эта фигурка из фильма кошмар на улице вяза в 3 так вот у нас такой постер из третьего фильма здесь у нас надпись a nightmare on elm street 3 dream warriors и тут написано if you think you are ready for the freddy again сбоку у нас тоже написано a nightmare on elm street 3 и логотип компании NECO а сзади у нас написано описание к фигурке и аксессуары к ним и здесь тоже написано кошмар на улице вяза в 3 и открываем коробку и открываем коробку вот она здесь у нас изображен сам фредди крюгер а тут у нас фигурка сама и аксессуары к ней сейчас как-нибудь надо ее распаковать вот она а это у нас это выкидывать не укидывать а это блистер из третьей части кошмар на улице вяза это когда один чел там был и он был и он был типа как волшебник на инвалидной коляске и там был коридор сейчас посмотрим на фигурку вот надо будет отсюда встать и 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 Ой, вывалилось. И вот сам фрэп. Замерное. Смотрим. Скат. Ну, это будет безотек. Уходим в нашел. Скортируем. Рыжий. Немного тяжеловато. Вот сама у нас. Сама живут в крыльях. Только они не понимают, почему у них такая голова грязная. Как будто его реально на костре жарили перед продажей. Так, вот. Голова его. Потом перчатка. Такая страшная. И рука его. Руки двигаются. Так, а здесь торф снимает. Сейчас надо попробовать снять. Давай, снимай. Ух. Ну, здесь реально он так обгорел. Тут обгорело как будто... Как будто реально на костре жарили здесь. Что с этой фигуркой делать, я не понимаю. Так. Теперь давайте посмотрим на аксессуары. Это пластилиновый Фредди Крюгер из третьей части. С момента, когда в кошмаре Филиппа, ну, когда он спит, там висели, ну, в больнице висели эти игрушки. И одна из них выросла Фредди. А потом вытянула сухожилие у него издельное. И стала висеть как моряне. В итоге Филипп погиб. Вот такая вот фигура. Красная. Дальше у нас идут две сменные руки. Это шприцы Фредди Крюгера. Так, одна рука и вторая. Это когда Терин, эта девушка, бывшая наркоманка, она пошла в подворотню и... ну, во сне. И там встретилась с Крюгером. И они хотели их подраться, а потом Фредди в итоге ее перехитрил и убил ее. То есть, ну, уколы эти сделал, чтобы у него были две перчатки и все, и потом ее убил. Следующий аксессуар это домик. Домик Нэнси Томпсон. В дальнейшем это стал дом Фредди Крюгера. Это тоже с начала фильма, когда девочка Кристиан в начале фильма делает домик из папье-маше, чтобы не заснуть. И кофе там еще она пила. Далее у нас идет такая вот сменная голова с крестом. Так, вот эту, вот если сюда просветить фонариком, то будет как будто, ну, просвечивается голова. Вот так вот светится крест Крюгера. Это из эпизода, когда он погибает. Когда в конце фильма его убивают. Прямо видно, что светится. О, классно вообще. Вот этот аксессуар, это грудь Крюгера, короче, ну, живот его. С кричащими душами. Это из момента, когда он свой свитер разорвал, и там у него в животе были души, которых он убил в предыдущих фильмах. Помогите, помогите. Сейчас надо будет попробовать ему одеть. Вот это твой живот. Вот это твой живот. Папа из беклян. Конечно. Так. Так. Вот. Анх.. Блин. Тонлер хожу, то ему. Ничего. Ничего. Смеется. Ничего. Что-то не получается нифига. Вот так вот у нас в Фредди теперь выглядит, с кричащимися душами. Сейчас еще шляпу ему одену, только вот мне непонятно, почему он такой грязный. Шляпа-шляпа, где тут? Шляпа-шляпа, где тут? Шляпа-шляпа. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Сем Ну вот так получается у него шляпа. Вот такой у нас спрей. Теперь надо ему как-то руки, перчатку ему, другие перчатки ему сделать. Ничего ни хрена не получается. Вот я ему снял, вот я снял его перчатку. Только почему-то она здесь красного цвета, хотя должно быть коричневого. Теперь пересобачиваем ему другую перчатку. Или я неправильно как-то делаю? Я даже не знаю. А это отверстие вообще маленькое. Я вообще не знаю как туда одевать. Вот тут больше, а это маленькое. Значит надо вот это скорее всего и одевать. мне все равно что-то не одевается. нихуя. Давай, сука, одевайся, блядь. Давайте. Не, она соскальзывает вообще. Вроде пытаешься, а она ни хера не одевается. Это будет неудачный дубль. Так. Вот я ему только что одел ему шприцы на руки. То есть заменив руки Фредди Крюкера. Они так тяжело надеваются вообще. и голову поменял ему. Кстати, как я понял, вот эта шляпа, она одевается именно на эту голову. Сейчас. Вот так вот она выглядит. Вот это Фредди Крюкер. Такое сострицание. Ну, также тут есть артикуляция в руках. Рука сдевается в локте. Вращается вперед-назад. И это кто-то. Угибается-назад. Только единственное, с него отсыпется пластик. Потихонечку. Напишите в комментариях, почему так. Может, это фейковая фигурка оказалась? Просто я на Озоне смотрел, там были разные фигурки. А по фотографиям не угадаешь, где какая фигурка. А вот на эту голову, на эту голову шляпа вообще не одевается. Ну, она даже не держится на этой голове. Если я отпущу, все, она сразу спадает. Значит, эта шляпа предназначена именно для головы с перистором. Вот и все. В общем, всем тем, кому понравилось видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. И напишите обязательно в комментах, эта фигурка оригинальная или это фейковая фигурка. Потому что мне кажется, что это фейковая фигурка. Потому что ожоги у него такие, как будто реально из костра он только что вышел. Ну, всем пока и удачи! Раз, два, Фредди в гости жди. Три, четыре, двери затвори. Пять, шесть, крепче стесни крест. Семь, восемь, тебя не спать попросим. Девять, десять. Никогда не спите, дети.